Любой брак — это труд. Любой брак, который кажется вам успешным, стал таким, потому что люди работали над ним. Когда вы женились на свадьбе, все было прекрасно. Невеста шла по проходу, а вы большими глазами смотрели на нее. Затем вы произнесли клятвы. Потом свадьба закончилась, и началась семейная жизнь. «Я хочу вам дать 25 красных флагов». Вы думаете, «О Боже, опять!» Мы разберем все эти 25 флагов. 25 флагов, которые изменят вашу жизнь. И я хочу вам дать их снова. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой пастор, мой герой, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Брак был задуман Богом, еще до тьмы и греха. Бог создал Адама и Еву и сказал, что двое станут одним целым. Брак был Божьей задумкой. Но затем появился змей и обманул Еву. Затем Ева убедила Адама съесть с дерева, которое Бог сказал не трогать. Потом приходит Бог и спрашивает, что случилось. Адам отвечает, это она, это не я. Получилась песня, это не я, это она. А она говорит, это не я, а змей. И сегодня у нас тоже виноват кто-то другой. Это из-за собаки. Если бы мы не купили этот дом, я бы таким не был. Если бы ты купил ту машину, я бы такой не была. Если бы ты отправлял детей в школу, я бы такой не была. Если бы твой папа не сказал этого, а твоя мама не сделала этого, бла-бла-бла-бла-бла. Пусть это закончится на мне. Самое большое откровение этой серии — это взять на себя ответственность за то, что происходит в нашей жизни. Это слишком для воскресного утра. Ладно, пойдем дальше. Номер 14. Когда они отказываются общаться? Не хочу об этом говорить. Спустя несколько месяцев я все еще не хочу об этом говорить. Спустя несколько лет я сказал, я не хочу об этом говорить. А что будет, если вы не будете говорить о том, что нужно обсуждать? Я отвечу. Вы закроетесь. И в какой-то момент вы взорветесь. Как-то я общался с одной парой, и жена сказала, мы выросли в семье военных. Наши отцы были военными. Поэтому мы не говорим о наших чувствах. Мы не говорим. И, конечно же, не обсуждаем свои чувства. Забудьте об этом. Мы задвигаем наши чувства в дальний уголок. Нацепим улыбки, пойдем в церковь, и будем гордиться тем, что в нашем доме никогда не было ссор. А все потому, что мы ни о чем не говорим. На самом деле, это ложная гордость. Она сказала, ситуация стала невыносимой. Мы женаты уже 15 лет. Нам уже за 40, и мы не разговариваем. Я даже собралась уйти от него, но он даже не знал об этом, потому что не слушал ее. Каким-то образом она уговорила его пойти якобы навстречу с другой парой для эмоционального исцеления. Он не знал, куда идет, но когда пришел туда, к его удивлению, началась консультация. То же самое происходит сейчас в церкви. Вы не знали, но сейчас вы получаете бесплатную брачную консультацию. Неженатые и незамужние. Вам это тоже полезно. Поэтому послушайте, Бог хочет, чтобы вы однажды сделали здоровый брак. Она говорит, психолог начал разговаривать, и, наконец, мой муж сказал, да, в нашем доме не принято говорить об этом. Я никогда не видел, чтобы родители ругались или обсуждали что-то. После этой консультации у них с мужем была первая в жизни ссора. Это было лучшее, что происходило с ними. Это спасло их брак. Они наконец-то поговорили обо всем, что они держали внутри. Если кто-то бросает в камень, это неспроста. Если кто-то кидает взгляд, то за этим взглядом может вскрываться целая поэма. И об этом нужно разговаривать. Мой отец любил говорить. Там, где начинается общение, заканчивается отчаяние. Номер 15. Когда вы придумываете отговорки, чтобы не идти домой, мне нужно много работать. Мне нужно еще кое-что доделать. Мы с Эшли женаты уже 10 лет. У нас трое детей и две собаки. Поэтому в нашем доме громко и шумно. До появления детей, и собак у нас было очень, очень тихо. Это была зона безопасности. Я не говорю, что сейчас это не так. Но сейчас это еще и громкая зона безопасности. Бывают дни, когда я приезжаю домой, и несколько минут сижу в машине. Мне нужно время, чтобы подбодрить себя, приготовиться к хаосу. Будь готов. И как только я открываю дверь, собаки начинают лаять. Дети радостно затаскивают меня в дом. Давай бороться! А жена говорит, сделай это и это. У меня прекрасная жена. Но если я отказываюсь идти домой и придумываю отговорки, чтобы не быть дома, я не говорю, что это повод для развода. Но мне явно нужно поговорить. Я должен понять, что я нужен детям. Жена нуждается во мне, а я в ней. Мне нужна семья. Итак, перестаньте придумывать отговорки и идите домой. Номер 16. Когда начинаются нереалистичные ожидания и крайние требования. Я слушал человека, который много лет занимается изучением брака. Он из Британии. Так вот, он говорит, что судя по древним упоминаниям о браке в Ветхом и Новом Завете, и даже после канонизации Библии, тогда брак был проще. Было меньше давления, потому что не было технологий, и никто не сравнивал свой брак с другими браками. Не было ни Брэда Питта, ни Тома Круза, с которыми можно было сравнивать своих мужей. Я хочу, чтобы у тебя был такой пресс, такой характер или такая прическа. Ничего такого не было. Брак был значительно проще. Также в то время деревня покрывала определенные нужды брака. Но теперь мы переложили на жену и на мужа все, что когда-то делала целая деревня. Поэтому важно понимать, что ваш муж или жена не могут быть вашим спасителем. Они не будут покрывать все ваши нужды. Это работа для Иисуса. Поэтому давайте перестанем приставать к ним с нереалистичными ожиданиями, чтобы они стали такими, как Брэд Питт или Джулия Робертс. Иисус лучше их всех. Поэтому находите в нем все, что вам нужно. Попридержите свои ожидания и вернитесь к реальности. Не надо сравнивать своих мужей и жен с другими людьми. Это ваш человек, ваша половинка, и вы с ней должны жить и работать над вашими отношениями. Номер 17. Когда проведение времени с детьми важнее, чем время с супругом. У нас трое маленьких детей. И лучшее, что мы можем сделать для них, показать, что мы важны друг для друга. Показать им, что для мамы и папы важнее всех. Это когда папа любит и уважает маму, а мама любит и уважает папу. Детям это нужно. Не стоит делать все для детей, жертвуя браком. Лучшее, что мы можем сделать для детей, это иметь здоровое отношение с их папой и мамой. Так они будут видеть и чувствовать любовь. Этому можно научиться в нашей церкви на семинаре под названием «Божий путь воспитания детей». Опять же, я не говорю, что я совершенный. Я лишь проповедую Слово Божье, которое полезно для нас всех. Пусть ваш супруг будет для вас важнее детей. Номер 18. Когда технологии захватывают все время, когда нет никаких границ в использовании технологий. В этом всем нам нужно расти. Потому что сегодня каждый день появляется столько новинок. Когда мы с Эшли идем на свидание, мы много общаемся и обещаем себе не доставать телефон. Мы можем ответить на звонок няне, но стараемся быть максимально сосредоточенными друг на друге, чтобы по-настоящему насладиться друг другом. Если нам нечего сказать, то мы будем просто сидеть и смотреть друг на друга. Я буду смотреть, как ты ешь. Делайте все, что угодно, но не позволяйте технологиям или телевизору захватить ваш брак. Если вы не можете выключить телефон или планшет, то признайтесь себе в этом и скажите, «Господь, помоги нам, чтобы технологии не управляли нашим домом». Номер 19. Когда они перестают стремиться к росту в своем хождении с Богом. Если нет желания расти духовно, то это красный флаг. Библия говорит, чтобы должны желать чистого Божьего молока. мы должны хотеть растить во Христе. Если у вас нет желания расти, если вам скучно с Богом, то в этом не вина Бога или пастора. Что-то случилось именно с вами. Сходите в книжный магазин, купите новую христианскую книгу. Если у вас нет Библии, мы благословим вас Библией. Если вы не читаете Библию, то подключайтесь к плану чтения в нашем приложении. Есть множество ресурсов для того, чтобы расти духовно. Вы скажете, какое это имеет отношение к моему браку. Самое прямое. Если вы будете расти духовно, то будете лучшим мужем или лучшей женой. Без Бога я не могу быть мужем, которым я призван быть. Без Бога я не могу быть хорошим отцом. Брак задумывался не как союз двоих, а троих. Я моя супруга и Бог. Когда у вас есть Бог, то вы получаете весь набор Отец, Сын и Дух Святой. И когда вы начинаете расти духовно и просить Дух Святой о помощи, помоги мне быть терпеливым к моей жене, помоги мне быть милостивым и кротким, помоги мне контролировать себя. Если вы примете решение расти духовно, это изменит ваш брак к лучшему. Номер двадцать. Когда независимость это постоянно фантазия и желание. Я мисс независимость, такая независимая, никто не может говорить мне, что мне делать, потому что я независимая. Цель брака полагаться на Бога и на своего супруга. Идея о том, что мне никто не указ, это отказ от повиновения Богу. это гордая и нарциссическая идея. Я могу и без Бога, и мне не нужно отчитываться перед супругом, я сам по себе, я глава, и мне никто не указ. Вы можете иметь уникальный характер, и это неплохо, но не нужно постоянно фантазировать о независимости, потому что это красный флаг в браке, и я попрошу обратить на это особое внимание. Номер двадцать один. Когда начинаются разговоры о бывших и при украшивании прошлых отношений, мой бывший постоянно дарил мне подарки, а моя бывшая постоянно писала мне записочки. Мой бывший часто водил меня на свидание. Перестаньте говорить о своих бывших, если вы в браке, но поддерживайте отношения со своими бывшими, но пол, мы просто общаемся и немного флиртуем. Это никому не навредит. Это красный флаг. И его нужно принести к кресту. Всю эту энергию, которую вы тратите на флирт с другим человеком, мне нужно переключиться на моего супруга. «Вам нужно начать поливать свой сад». Он даже звонил своим друзьям пасторам, «Я не знаю, что мне делать. Мне кажется, она меня убьет». Они сказали, «Просто отвези ее на охоту». Он так и сделал, несмотря на все свои опасения. Затем он сказал, «Эта поездка изменила наш брак». И исцелила его. Нам было так весело вместе. Почему я не делал этого раньше? Номер 22. Когда есть постоянное сравнение друг друга. Я не говорю о сравнении с бывшими, а с теми, кто сейчас присутствует в нашей жизни, или с вашими родителями. Когда мы с Эшли только что поженились, она готовила очень вкусную жареную курицу и спрашивала, «Как тебе курица?» Моя мама готовила невероятно вкусную жареную курицу. Она жарила ее во фритюре. Это было очень вкусно. Хорошо жареная курица. Эшли спросила, «Как тебе курица?» И я допустил ошибку. Я сказал, «А моя мама, как только я сказал это, то понял, что катастрофа и красный флаг». Эшли переспросила, «Твоя мама что?» Моя мама очень сильно прожаривает курицу. «Твоя курица очень вкусная». Но вот у мамы Эшли такая, «Ага, давай сюда тарелку». «Нет, я хочу это съесть». «Дай сюда тарелку». «Эшли, очень вкусно». «Дай сюда, пожалуйста, тарелку». Жареной курицы у нас давненько не было, но еда у нас очень вкусная. Она очень вкусно готовит. Если вы сравниваете супруга с мамой или папой, «Мой папа ремонтировал все в нашем доме», «А ты ничего». «Мой папа то», «Мой папа это». Послушайте, если бы относился ко мне как Джон к своей жене, если бы ты был таким, как Джейкоб, а если бы ты была такой же милой и спокойной, как Робин, то наш брак был бы счастливее. Перестаньте сравнивать своего мужа или жену с кем-то в церкви. Вы не знаете, через что проходят эти люди. Ваше сравнение не мотивирует его. Это лишь разделяет вас еще больше. Приходите на следующей неделе, и тогда тут все будет мило и прекрасно. Я обниму вас и скажу, как сильно Бог любит вас. Номер 23. Когда есть злобные решения и покупки. Я пойду и куплю тот мотоцикл, который она запретила покупать. Я продам его лодку и куплю тот диван. Речь о покупках, которые больше того, мы обсуждали. Я раздам собак. Такое бывает в хороших христианских семьях. Номер 24. Когда он или она долгое время не говорили «Я тебя люблю». Однажды к моему отцу пришел один мужчина. Он сказал «Моя жена постоянно пилит меня, а Библия говорит, что лучше жить в пустыне, чем с такой женой. Она как постоянно капающий кран». Мой отец спросил «А что вы ей сделали?» Я говорю «Ничего не сделал». Я проявляю к ней только любовь. Правда? А когда вы последний раз ей говорили, что вы любите ее? В день свадьбы? А когда была свадьба? В 96-м. Она должна знать, что я ее люблю. Папа сказал «Вы должны говорить ей об этом каждый день». А если мне не всегда хочется? Хотеть не обязательно. Нужно проявлять любовь. Чувства тут не так важны, потому что любовь это не просто чувство, это выбор. Если вы давно не говорили этих слов, скажите их прямо сейчас. Номер 25. Когда пара обыденно относится к друг другу, когда вы перестаете ценить друг глава 6, стих 1 по 6, Иисус пришел в свой родной город. Перед этим Он совершил множество чудес в других городах. Он воскрешал мертвых, исцелил женщину, у которой много лет было кровотечение, освободил мужчину, в котором была тысяча демонов. Затем Он приходит в свой родной город, и люди начинают говорить, кто этот 30-летний пытается нас учить? Разве это не сын Джозефа, которого мы помним еще в подгузниках? Библия говорит, что там Иисус мог совершать очень мало чудес, а все из-за духа неверия. Такой дух фамильярности или обыденности погубил множество браков. Она вполне обычная. Он вполне обычный. Если вы так относитесь к своему супругу, то пора вернуть ему или ей ценность. Итак, 25 флагов закончились. Но что же нам делать дальше? Что нам надо делать, чтобы двигаться вперед? Номер один. Начни с себя. Начните с человека, которого вы видите в зеркале, в Матвее. Глава 7 сказано, перестаньте судить других и посмотрите на бревно в своем глазу. Поэтому начинать нужно с себя. Скажите, начни с себя. Номер два. Разберитесь с беспорядком. Если есть дым, не ждите огня. Разберитесь с ним. Начните сегодня. Начинайте поднимать те темы, которые вас пугают. Просто идите вперед и займитесь проблемой. Она не исчезнет магическим образом. Нужно с ней разобраться. Номер три. Покайтесь в своих ошибках. Библия говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Но многие люди забывают о той части, где сказано «Покоритесь Богу». Лучшее духовное положение — это повиновение Богу. Господь, я подчиняюсь Тебе. Пусть будет не моя воля, а Твоя. Я каюсь. Покаяние — это не просто извинение, это изменение. Господь, я меняю свои мысли и чувства по отношению к этому человеку. Я принимаю решение изменить свое поведение. Номер четыре. Простите тех, кто вас обидел. Прощайте тех, кто вас ранит. Но я не хочу их прощать. Они так сильно ранили меня. Прощая их, я разрешаю им поступать так и дальше. Прощение не оправдывает плохое поведение, а дает вам свободу от горечи и обид. Непрощение держит вас в плену. Выходите на свободу. Скажите «Я прощаю их во имя Иисуса». Прощение открывает вам будущее. вашего брака. Номер пять. Ежедневно разбирайтесь с негативными чувствами. Ежедневно принимайте решение разбираться с конфликтами. Мы больше не будем прятать ваши чувства и гордиться тем, что мы никогда не ссоримся. Примите такое решение. Ефесянам глава 4 сказано «Пусть солнце не будет заходить в гневе вашем». Разбирайтесь с гневом. Я понял, что чем позже становится, тем я смиреннее. В 17 часов она не права, а я прав. В 18 часов она наполовину не права, а я наполовину не прав. В 22.00 я полностью не прав. Прости меня, я был не прав. «Давай спать». Почему? Потому что я хочу мира. Давай будем миротворцами. В больших магазинах всегда есть стойка по связи с клиентами. Сделайте это в своем доме. Скажите, сегодня у нас открыто дел по работе с клиентами. Номер 6. Старайтесь проявлять страсть друг к другу и веселиться вместе. Верните в брак секс, интимность и свидание. Я слышал историю одного проповедника. Он рассказал, мой брак ушел для меня на второе место и главным фокусом стала церковь. После 20 лет брака мы с женой были ужасно злы друг на друга. Моим хобби стала охота. Как-то жена сказала, «Я хочу поехать с тобой на рыбалку». Я немного занервничал, потому что мы окажемся одни в лесу с оружием в руках. Я был уверен, что она хочет убить. и подстроит все как несчастный случай на охоте. Он даже позвонил своим друзьям пастором. «Я не знаю, что мне делать. Мне кажется, она убьет меня». Они сказали, «Просто отвези ее на охоту». Он так и сделал, несмотря на все свои опасения. Затем он сказал, «Эта поездка изменила наш брак и исцелила его. Нам было так весело вместе. Почему я не делал этого раньше? Я исключил ее из моего хобби. Нам было так весело». Надеюсь, это послание вдохновило вас и напомнило вам, что у Бога есть план для ваших отношений. Если вы в браке или еще не женаты, разведены или обдавели, Бог хочет использовать это послание, чтобы укрепить ваши отношения с вашим любимым человеком, чтобы у вас не было красных флагов, мир и обсуждение сложных моментов. Бог хочет, чтобы в вашем сердце была милость, любовь и способность прощать тех, кто нас обидел. Может, вы пережили предательство и не знаете, можно ли кому-то доверять. Я хочу сказать, что Божья любовь способна исцелить ваше сердце и сделать его способным полюбить снова. Давайте помолимся вместе. Повторяйте за мной. Иисус, я принимаю решение доверять Тебе и принимать Твою любовь и Твое прощение. Господь, я прощаю тех, кто меня обидел и предал меня. Мое будущее в Твоих руках. Во имя Иисуса. Аминь. Если мы как-то можем помочь вам, то сообщите нам, звоните и пишите нам. Контактная информация сейчас на вашем экране. Мы обязательно ответим на вашу молитвенную просьбу или письмо со свидетельством или письмо о проблемах в вашем браке. Мы постараемся помочь вам советом и молитвами. Эту проповедь, как и все мои проповеди, вы можете найти в интернете на нашем сайте. Мы хотим стать ресурсом, который поможет вам расти духовно. А если вы когда-то будете в Талсе, то приходите в Церковь Победы. Мы будем рады вам. Собрание проходит в воскресенье в субботу и в среду. Если это послание коснулось вас, или даже если это служение как-то повлияло на вас, то подумайте о том, что вы посеять в нас. Это поможет нам достигать еще больших людей с Божьей любовью. Мы не можем сделать это без вашей поддержки. Если вы уже наш партнер, то спасибо вам. А всем остальным я хочу сказать, не забывайте, что ваши лучшие дни еще впереди. Эта программа стала возможной благодаря четким пожертвованиям наших телевизионных партнеров и друзей.